Мин улучшает чувствительность клеток к инсулину, также он тормозит всасывание глюкозы, всасывание сахара из кишечника в кровь, также он тормозит синтез глюкозы в печени. За счет этого у вас возникает состояние, как будто вы находитесь на безуглеводной диете, хотя вы можете дальше кушать макарошки, булочки, ваш организм будет думать, что вы на безуглеводке. Потому что сахар будет низкий, а он нам нужен, нам нужен низкий сахар в крови, с низким сахаром в крови у вас будет низкий инсулин, а инсулин он как раз враг похудения, он тормозит липолис, сжигание жира. А так с низким инсулином мы можем прекрасно сжигать жирок, то есть у нас будет автоматически получаться дефицит калорий, так как сахара не будут усваиваться, в кишечнике также не будет происходить синтез глюкозы в печени. Второе положительное свойство для похудения, он тормозит чувство голода, у вас не будет чувства голода. Также у него позитивное свойство он понижает плохой холестерин, повышает хороший холестерин и вообще этот препарат внесет список препаратов, которые продлевают жизнь. Метформин, да, да, да. Дозировочка у него 850, в моем случае, миллиграмм. В первую неделю пьете по полтаблеточки, а потом в последующем по таблеточке в день, вне зависимости от того, на голодный желудок или на полный желудок. Я его пью не на постоянной остове, я пью только когда я кушаю сладенькое, да, то есть я иногда люблю побаловаться, покушать там какую-нибудь пироженку скушать, какую-нибудь мороженку. И вот я за два часа до этого выпиваю метформинчик. И без угрызения совести могу кушать сладенькое, так как я знаю, что это сладенькое не всосется и не будет у меня лишних. Привет всем из Германии. Многие хотят знать, какие же побочные действия у препарата метформин для лечения оптиминального оживления. Вот. В начале лечения, в первые дни лечения могут, может возникнуть тошнота после приема препарата, какой-то дискомфорт в животе, может быть понос, может пропасть аппетит, но это плюс, если вы худеете, да, то унижение аппетита это было бы плюсом. Что касается других побочек, которые я перечислил, они возникают за счет скопления серотонина в кишечнике, также за счет скопления желчи, солей и желчи. И эти симптомы через пару дней у вас пропадут. То есть придется потерпеть, пару раз сходить на толчок. У кого-то эти симптомы даже и не возникнут. Например, у меня их не было, потому что я плавно начал повышать дозировочку, да. То есть у меня была 1000 миллиграмм таблетка. Я первую неделю пил всего лишь по пол таблеточки. И вот этих вот побочек, которые я перечислил, я на себе не почувствовал. Как говорится, эти побочки проходят через неделю, 10 дней у вас они исчезнут. Привет всем из Германии. Доктор Фишер приветствует вас на своем канале. Недавно я выпустил видео о препарате метформин с целью похудения, сжигания лишних калорий, лечения абдоминального ожирения. Это видео вызвало очень много эмоций у моих подписчиков или случайных прохожих. Также много негативных эмоций. Многие писали в комментарии. Руки прочь от метформина. Это опасный препарат. У него очень много побочек. Вы от него умрете. Вы от него получите онкологию. Даже такое описание. Решил развеять ваши мифы. Перед тем, как я озвучу мое мнение о метформине, мы поговорим вначале о двух главных причинах смертности населения. На первом месте это сердечно-сосудистые заболевания, сердечный инфаркт, инфаркт миокарда или инсульт головного мозга. На втором месте это, конечно, онкологические заболевания посмертности. Да? Онкология. Раковые заболевания. Так. Теперь посмотрим, как же работает метформин. А, на третьем месте посмертности применение препарата метформин. Шутка. Шутка. Ладно, все. Шутки в стороны. Ведь многие из вас напуганы, да? Напуганы. Вот. Метформин, он положительно влияет на реологические свойства крови. Он улучшает эндотельную функцию сосудов. Он положительно влияет на репинный профиль, повышая хороший холестерин и понижая плохой. И тем самым предотвращает отложение холестериновых бляшек в ваших сосудах. Предупреждает развитие артериоскрироза в ваших сосудах. И тем самым сокращает в разы риск возникновения сердечного инфаркта или инсульта головного мозга. Второе действие метформина положительное. К теме онкологии. Он держит сахар в низких значениях в вашей крови, да? А раковые клетки, они любят сахарок. Они охотно с сахарком размножаются, прогрессируют. Имея низкий сахар в крови, у вас сокращает риск возникновения онкологии. А если даже она возникнет, она будет прогрессироваться очень низко. Потому что раковым клеток будет не хватать сахара, который понесит метформин. Вот такие вот дела, ребята. Там о вреде на почках я сниму отдельное видео. Там тоже надо этот миф окончательно развеять. Многие пишут, он вреден для почек. Поэтому врач его отменил. Я расскажу вам, почему вам отменил врач метформин. Если видео зашло, ставим лайки, пишем комментарии, подписываемся. Будет еще много видео по похудению, диете, набору мышечной. Если вы принимаете метформин, стоит отказаться от употребления алкоголя. Но я думаю, ребят, если вы действительно хотите похудеть, то тут алкоголь так и так не приемлем. Но с метформином ни в коем случае нельзя принимать алкоголь. Иначе у вас может возникнуть лактоацидоз, повышенное накопление молочной кислоты в вашей крови. Это очень опасное состояние, ребята. Ребят, запомните, ни в коем случае с метформином принимать алкоголь. Ни в коем случае. Если вы решили, например, попраздновать, побухать какой-то день, то значит вы, ребят, в этот день метформин не принимаете. Этот препарат действует 10 часов, поэтому нет смысла его принимать на ночь для похудения. Потому что ночью у нас сахарок в крови и так низкий. Понимаете, метформин стоит отказаться от употребления алкоголя. Но я думаю, ребят, если вы действительно хотите похудеть, то тут алкоголь так и так не приемлем, да? Но с метформином ни в коем случае нельзя принимать алкоголь. Иначе у вас может возникнуть лактоацидоз, повышенное накопление молочной железы... Ой, молочной железы, я все про титики думаю. Молочное... повышенное накопление... Молочное накопление... Молочное накопление... Молочное накопление...